А вот, допустим, наше слово «князь» откуда вам? В этой буквице. И одновременно от неё же польское слово «ксёнц». «Ксёнц» как учитель, как священник. Потому что в древности, получается, на Западе власть навязывалась под эгидой немцев, и там ставленники какое-то время были немцы. Оттуда пошёл король. А у нас, наоборот, у нас князья Рюриковичи, они не были духовными лидерами. Хоть Рюрику из Искрастана и хотели дать сам Ксенеса, великого императора, но он раньше времени умер. Олег не был ни по рождению, ни по свойствам. Игорь был предателем. Ну, отчасти предателем. То есть Игорь очень двуякая персона. Почему? С одной стороны, он тот, кто расширял Руси, помогал ей совершенствоваться. С другой стороны, он дважды пытался взять дань Искрастана. За что его там и убили. И за что Ольга потом этот Искрастан сожгла. И дальше, как бы, очень такой ассоциативный титул Магоксенеса дали Святославу. Но Святослав тоже умер раньше, чем вступил во все права. А Владимир уже был полукровкой, и Владимир не соответствовал никак. Поэтому, как бы, хоть на Руси и попытались князья захватить власть, но они потеряли качество. А там, со временем, ксензов подменили тоже. И ксензы – это теперь католические священники. А изначально в старославянском ксенес – это духовный лидер. Кси – дух. Ян – сознание. Эн – руна наш. Зе – земля. То есть, тот, кто является осознанным духом на земле, и нас ведет к самоосознанию духовному. Ксенз – дословно. И, допустим, здесь я привожу из разных о том, как это все связано, как вот и почему именно так. Здесь вот все это доказательная база. И как с этим термином даже связана ксенофобия, греческий термин. Чего они такого боялись? Какие здесь связаны Диванагарские санскритские знания? И почему именно так, а не по-другому? И следующее. В твоем контексте, наверное, самое интересное из буквицы. Кси – буквица, означающая душу человека. И изображающая чакральные круги. Вон, походе, у нас герой Серафима. Здесь изображено три чакральных круга. Нижний чакральный круг, состоящий из базовой, половой и животной. Средний – из сердечной и двух ее подчиненных. И верхний – из горловой, глазной и головной. Также здесь указаны плюсы и минусы в теле человека. Где плюсы, где минусы. Как это все взаимодействует. Где аспекты белобога, где аспекты чернобога. Если это правильно понимать, то из этого даже берется. Почему мы правой рукой держим четки, а не левой? Как называется повторение на четках правой рукой Курославы? На букву Ч. Самый так. То есть то, что чистит нас. Правой мы даем или вы не даем? Там ряд аспектр. Правая она и дает, и она помогает нам на четках, как на магнитной ленте, записать вот эти энергии. И потом мы можем уже, как вот там буддисты показывают или христиане, то есть святой только берет со своих четок, ему даже не надо там ничего намаливать. Уже там все намалено. Он сразу уже включается в поток. Потому что там как на магнитной ленте это все уже многократно, многократно, многократно. Там уже и материи как таковой нет. Одни его молитвенные уже усилия. А иногда вот даже, допустим, четки моего учителя, они не портились. А вот четки, потому что она нам звонила, они уже мертвые. То есть свазаха даже у нее умерла. Прошу включиться. Я ей четки заказывал священного дерева, которое растет по лесу, а у нее это дерево умерло. А как это? Почему? Просто. То есть понимаешь, что четки имеют как обычную, вот как этот телефон составляющую. Ну что такое телефон? С одной стороны это материальный объект, с другой стороны это то, что позволяет этому материальному объекту связаться с вышкой или связаться с Wi-Fi и дальше связать меня там с твоими телефонами или еще. Вот так и в четках. Есть тонкий аспект, есть обычный, физический аспект. Физический аспект это сами бусины, они у нее на месте, а тонкий аспект оттуда бы сбежал просто. Она об этом не знает? Я это говорил. Не знаю. Ну то есть я ей сказал, что надо что-то с этим делать, а дальше что она там думает, это ее рыбь. И даем ее поношить по самостоятельству. То есть тут... Так все успокоились, девушки. Игорь, тут я привожу разные данные по этой букве. И как это связано с этой схемой, как это вот. Дальше идет не менее важная буквица, ФАТА. ФАТА это та буквица, которая с одной стороны изображает систему Земли и ее двух лун, как это было у нас раньше, а с другой стороны изображает совокупность, условно говоря, сердечной чакры и ее двух подчакр, и еще там ряд интересных значений. У меня есть, если мы зачипали Луну, и еще есть вопрос. У меня есть подозрение, что все-таки наша Луна полностью уже захвачена другими телевизациями, и нас туда ни в коем случае не отпускают. Смотри, есть официальное международное законодательство, ты наверное с этим знакомый, что у нас можно хоть Россия с Америкой может засыпать друг друга ядерными бомбами, нормально, но на Антарктиде и в космосе взрывать ничего нельзя. Вот проверь это дело. Есть международное соглашение, что там ни хранить, ни взрывать нельзя. Вот просто нельзя. Возникает вопрос, почему? Мой ответ такой, что на Антарктиде хранятся, то есть этот континент просто замерз, и там хранится много технологий, много всего интересного. А в космосе боятся сбить ту или иную тварь, которая колесят между Землей и Луной быстрее, чем на наших всех трассах, наверное, в месте взято. Причем, смотри, это и мои союзники. Возьми секреты Антарктиды, чтобы немцы туда отправили оборудование. Новый шмобель. Да, новый шмобель. И американцы, когда пошли туда, что их полностью тарелками, корабль уничтожил, солдат, ну да, особая миссия была, американцы выбрали небольшой военно-морской флот и послали на Антарктиду. От флота, по-моему, одна лодочка осталась. Там ты в сумасшедший дом угодил командующей Севшуки. И эту только-только вот в 80-х раз секретили. Так вот, что касается наших лун. Фата была полностью искусственная луна, изначально создана. Здесь она изображена в виде такой вот штукови. А наша луна, которая есть, изначально описывается, что она была природной. Но 8 тысяч лет назад на нее спустились серые, и там они начали ее обживать. Насколько я понимаю, на данный момент там уже все проедено, и там этих тварей уже живет. Видео, что когда американцы опустились на этот, на походили, взяли образцы и взлетели, и когда они уезжали, летели домой с гостей или это... запись, что они говорят, а это не наши, там, чьи это, а здесь у нас посторонние объекты, то есть... Есть и это. Есть фотки луны разные, что НАСА рассекретило. Луна обжита там так, лучше, чем Земля, наверное. Вот, пожалуйста, в Одесской области, я в некоторых селах был, они уже опустошены. Причем ни войны, ничего, просто люди покинули, переехали в город. А луна вся там, везде что-то есть. Причем есть еще старинные шумерские всякие картинки, допустим, дракон с луны летит. Или изображено несколько фигур на фоне лунного диска. Или описано конкретно, что это там пришли от бога Сина. Син, по шумерской мифологии, это бог луны. То есть, все это есть. Ведах наших есть об этом указания. Все-таки Земля является заповедником, где нас не трогают. Правильно? Я так понимаю, что нас... Это инкубатор, где над нами наблюдаете, проводите эксперимент. Я вообще на это все смотрю. И вот смотри, обычно, это и Захарий Осичин об этом писал, это и археологи такие подтвердят, что у нас раз где-то в 3,5 тысячи лет золото с Земли уходит. Вот по археологии, если ты захочешь что-то отследить, ты можешь что-то отследить. Вот, допустим, 2 тысячи лет назад золото находят. А вот ровно 3,5 тысячи лет назад ноль золота. Нет в словах отложений. Дальше опять 5 тысяч лет назад куча золота. 6, вернее, там около 7, опять ноль золота. Это связано, очевидно, с циклами Нибиры. Что она подходит. И аннунаки приходят и говорят, давайте нам все. Да, да, да. Почему с покон веков добившее золото идет, 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 идет. А оно тут дорогое, дорогое, дорогое. Идея на судима. В Советском Союзе месяц добивал 5 тонн. И вот смотрите, когда, допустим, 36 тысяч лет назад у нас была мощная держава, там гиперборейский князь Промысел, он победил князя Тьмы, все было мощно, хорошо. Хорошо, пришли на веревицы, ну, жители Нибиры. Сказали, можно у вас купить, мы вам даем это, вы нам давайте то. Он говорит, ладно, берите и пошли. Раньше около того. Потом они приходили, нас просто грабили, банально. А сейчас шо? Я не понимаю, почему они сейчас не прошлись по нашим городам, как это было раньше. Значит, для меня единственное логическое объяснение, что серые, с ними заключили какой-то союз, и чем-то их напугали, что типа не лезьте, мы вам сами золото отдадим. Но ведь у людей остались золотые цикочки, остались золотые серьги. Куча золота осталась. По идее, на веревицы могли бы все равно спуститься и все это востребовать. По какой-то причине серые им этого не дали. А то, что у меня скинуло видео, что до 12 лет, что вся галактика перешла на более высокие вибрации, что показывало, что армады инопланетян стали возле Солнца. Они нам постоянно циркуляют. Нет, так и вот именно за все столетия, что не одна планета перешла на весь, а вся галактика. Звездные, брата, Вселенная. Кто смотрит? Я полностью. Вот. Помнишь, там показан корабль, который залетает в Солнце и питается от Солнца? Вот они у нас там Солнце летают с такой скоростью, что Господи, помнилось. Это НАСА все снимает. То такой объект, то другой объект. Там всякой формы, всякого вида. То есть можно уже каталог писать. Если было бы, кому это надо. И в то же время напланетян не существует. Анекдот такой. Ну, посмеялись и возвращаемся к реальности. Ну, возвращаемся. То есть, в принципе, нас сейчас не трогают. В принципе, я так понимаю, что серые какой-то союз с навирийцами установили, что типа они здесь сами паразитируют, и сами там что-то этим заплатят, или как. Или же другое мое подозрение, что серые могли откопать уральские все эти системы, а в Урале в древности были системы такой мощной защиты, что можно было... Вот, допустим, планету Князь за Тьмой, которую взорвали, это с Урала запустили туда, в боеголовку. То есть, может так? Я не знаю, понимаешь? Мне аннунаки не докладывают. И серые не докладывают. В 2009 году стояла пирамида над Москвой. Да их не только над Москвой, их там лучше летает. То есть, чтобы реально люди видели, что в воздухе висела пирамида, даже видеосъемки есть. Да над Одессой они бы иногда висели. И над Живаховой горой, что один раз проводим славление. Вроде бы пасмурно, пасмурно. Верх, что за елис такая? Ниши, представьте. А я ведь славил богов. Вот ты тоже, наверное, если бы у меня на славе не был, то бы решил, что я слишком это самое. Потому что я как положено. Славлю, славлю бога. И мне, в принципе, все равно. А те, что со мной были, так на небе говорят, а что это такое? А я смотрю, какая-то зараза там висит. Кстати, я вроде в Америку не собираюсь уезжать. Сейчас приятно быстро славление. У Андрея был, почувствовал. Посмотрим у тебя. Почти такое же... По мощности. Ну, хорошо, хорошо, я готов. Понаблюдай. Я наше. Ну, у Андрея там армады стояли. Я на таких лошадках стоял, так и раздавляю. И можно будет нашего общего знакомого позвать с ним поговорить. Ну, как-никак, просто никогда не надо, чтобы... Вот. А он, причем, когда рассказывал, как ему сейчас приходится с этими всеми грешниками возиться, мне просто... Ну, то есть, это колоссальная работа. И потом я еще в ведах смотрю, а оказывается описывается, что он еще и является богом трудолюбия. Да-да, ты передаваешь, правда? Да. То есть, псоглав является еще богом трудолюбия. А я думаю, что я практически на вопрос отдохнуть или поработать, я иду и работать. Вот тоже, видите, взаимоподтверждение ведических знаний с реальностью. Нет, нет. Ну, тут как бы я это вскользь упоминал, что да, что вот эта буквица «Фата», она с одной стороны показывает схематику, когда было две Луны, а с другой стороны показывает схематику Земли и некоторых уже несуществующих спутников, и соотношение сердечной чакры и других чакр, и плюс соотношение головной чакры, и, возможно, развиваемых чакр, помогающих тонковидению и тонкослышанию. То есть, здесь ряд интересных схематик. Поэтому, как бы, можно непосредственно перейти к чисто чакральному строению. Можно сейчас к богам перейти, потому что я ему обещал, как никогда. Мне? Нет, Курослава. Ну, давайте перейдем к богам. Можно с разной стороны поберечься? Ты обещали. Ну, уже, наверное, два часа на 30. Ну, а, так сказать, уже утонление есть. Опять же русская информация, да? Так что, переходим к богам, или ты уже все? Ну, можно, конечно, группу разобрать, какую группу бою. Давай. То есть, смотри, вот он сейчас сделал славление, вот это славление, это просто воскресное славление. В этом воскресном славлении есть такие элементы, как савраманкарая. Звучит так, савра, савра. Ра, ра, сав, сав. Сав, сав, вышний, сав, вышний, вышний, всавышний, сав, сав. Вот, и для меня, и для Курослава, и для тех других людей, которые являются или священнослужителями, или непосредственно такими практикующими, которые хотят конкретный результат от своей практики, является целесообразным повторять как минимум 18 кругов каждое утро. 18 кругов — это по 180. Да. Он не всегда это соблюдает. Я иногда это разделяю, и, допустим, часть утром, часть днём, часть вечером, часть ещё как-то так. Хотя всё-таки... Ты ночью-то не спишь. Ночью, да, ночью не совсем то. Ночью интереснее, пока все люди спят, как раз вот в тонких телах полетать над городом, посмотреть, что творится, от кого в суетидятина идёт, от кого позитивные энергии, то есть, что у нас творится. То есть всё-таки медитация? Ну, это не медитация, скорее, а исследование. Как и в астрал. Или в ментал? Скорее, ни в выход, ни в астрал, ни в ментал, а просто в тонких телах изучение того, что есть. Так всё-таки, было... С самого начала было интересное предложение, что можно куда-то, кого-то отправить. Меня всё-таки этот вопрос... Я бы сидел и молчал, меня это очень заинтересовало. Смотри, не куда-то кого-то отправить, а помочь человеку или пройтись по разным мирам, или пообщаться с разными благами. Меня интересует. Вот, допустим, для меня пообщаться с тем или иным богом, это не является чем-то таким непонятным. Я не так пообщаться хочу, как вот действительно попасть в это... Вот он тоже общался с некоторыми из... Благо или как? Вот это там, чего он говорит, что какую-то ему Божью любовь показывали. Блаженство. Ну, там такие энергетические шары, как солнышко. Мы так чуть-чуть... Это я подозреваю, что это то же самое, что индусы называют брахмаджоти, то есть как бы имперсональный аспект света Всевышнего. Это мне не особо интересно, хоть показать могу. Однако мне интереснее другое. Именно общение и помочь тем или иным людям в личностном общении с теми или иными богами. Потому что многие воспринимают солнце как совокупность газов. И это есть как на физическом плане, когда говорят, вот солнце — это просто газы, там ядерные реакции, и всё. Личности не видят. А есть эзотерики, которые говорят, а вот там любовь, там свет, там так хорошо, а что это там — это всего лишь вся его отопределённая личность, и что эта личность — это и есть Ра, они тоже не все туда добираются. Многим из них там так хорошо, и они как тараканы там балдеют. Вот как нам хорошо, и всё. А мне это неинтересно. У меня ощущения неинтересны вообще. Мне интересен тот или иной результат, мне интересно конкретное общение, которое можно потом проверить, подтвердить. А ощущения, ну что, можно там разными путями. Кто-то на физическом плане мастурбирует, кто-то на тонком плане. Ну, ни та, ни та мастурбация не приносит плоды. Кто, например, не сексом занимается на физике, а кто в астрале? Ну, сейчас возвращаемся к утренней духовной практике. И всё-таки утренней духовной практикой является повторение святых имён Всевышнего. И здесь есть очень интересные аспекты. Во-первых, на чётках 108 бусин, и у каждой бусины есть определённый бог, который покровительствует человеку, который на этой бусине повторяет мантру. Во-вторых, когда человек повторил уже один круг, включаются ещё боги, которые как за круги, так и за качество общаются с этим человеком. И первое. Ты помнишь, кто первый в списке? Нет. Караславов сейчас ответит. Струк бога. Нет. Первые списки всё-таки Всевышняя ира. Хорошо. Вопрос. 108 бусинок. Да. 108 одинаковых бусинок плюс одна большая. Иногда у этой одной большой есть две подчинённые. То есть, если на каждую бусинку произносить матри и пройти все один круг... Да. Это будет 108 богов. Да. То оно, это, скажем так, оно уже активировалось. Да. Но здесь это как активируется? Здесь активируется, если человек повторяет не меньше четырёх кругов, или если человек долго повторяет. Угу. Поэтому для тебя это, я говорю, как реклама. Вот, допустим, по телевизору говорят рекламу, там, вот, приходите в кинотеатр и смотрите фильм «Человек-муравей». Угу. А сам, чтобы это всё посмотреть, надо прийти, там, и так далее. Угу. Так и здесь, надо повторять Манкараю, и тогда оно активизируется. А пока это просто ознакомлю его, что такое есть. Угу. Для него это уже актуально в его практике. Непосредственно. Для Андрея это ещё тоже пока, ну, как некий стильник. Итак, первым богом, благословляющим круг Манкарая является сам Всевышний Рав. Это должен был помнить. Тебе один минус за то, что ты забыл. Всевышний Рав благословляет весь круг. То есть, если человек повторил один круг Манкарая, он получил благословение от Всевышнего Рав. Здесь, я думаю, разбирать глубинно не надо. Так же, Караслав? Да. Дальше. Большую бусину благословляет Яр Равит. Понимаешь, кто это? Ну, можно ещё пояснить. Яр – проявление Истан Бога. Ра – проявление Всевышнего. Вид – функция Всевышнего, как жизнедателя. То есть, это разновидность инкарнационной версии Ярилы, как совместного проявления Истан Бога и Всевышнего. Я, наверное, сейчас сказал такую фраза, что вы вообще не поняли, с чего оно везло. Нет, тут идёт в том, что… Или пока на образах идёт. Нет, оно поступило. А, хорошо, я понял. Итак, бусину, которая находится над ней, благословляет Шукра Рахман. Надо разбираться. Буквец, бусину, которая находится под ней, благословляет Промысл. Надо разбираться. Это как бы первая четвёрка. Это ещё не непосредственно бусина. Это идёт первая, это круг. И дальше большая бусина. И дальше две, которые с ней. У вас есть и чётки, на которых нет этих бусин, а только одна большая, то, соответственно, это тоже стимул дальше повторять. И так, чтобы со временем сделать профессиональные чётки, где будет всё как положено. Так что по четвёркам? Не только. Здесь, допустим, следующее идёт тройка. Это истанбок, мысльбок и числобок. Да. Кого из них надо проявлять для тебя или для кого-то здесь присутствующий? Надо? Хорошо. Истанбок – это, возможно, слышали про такую штуку, которая называется правь. Правь – это как законы Вселенной. Вот есть явь – это то, что мы щупаем, можем там, как Янукович, ручки, карандаши ломать. Это всё явный мир. Есть навь. Вот иногда присутствует привидение, а его не пощупаешь, а холод чувствуется. Или взгляд чувствуется. Домовик сидит в машине и смотрит на хозяина, будет его. А его не пощупаешь, и домовик, а он есть. Вот это навь. Есть мудрость, это информация Вселенной. Современными учёными доказано, что информация – это одна из физических составляющих Вселенной. Это то, что определяет, что вот это именно карандаш. Немае там в Крыму челезь там войск России ни при чём. Что им порушило? Порушил ли он какой-то закон, Господь Бога, чи… Именно так. Чи какой-то людский. Ну смотри, Путин нарушил всё же только шумов. И международное законодательство, когда засунул чужие войска на нашу территорию, Путин порушил вообще элементарное человеческое приличие, когда он с одной стороны говорит, нет никаких наших войск, ничего нет, никого нет. А потом говорит, учреждаем день спецоперации. Спецоперация – это такая новая русская тактика, когда российские войска переодеваются в форму местной армии и, изображая из себя местную армию, в общем, делают то, что надо Российской Федерации. Официально в России есть праздник День спецоперации. И учреждён, насколько я понимаю, в День анексеоперации. И в некоторых случаях Путин даже сам в интервью признаётся. В некоторых случаях Путин говорит даже такую фразу, что на Украине украинцы воевать не хотят. И то, что у нас на Востоке – это иностранные регионы, знатовцы, американцы. И ещё кого-то. Вот это в интернете есть его голосом сказы. Правда, на западных военкоматах побил их за Востоку. Нет, я не говорю, что наши люди хотят воевать. Наши люди не хотят воевать. Никто догонит. Но есть и люди, которые хотят отстаивать. То есть есть с разных сторон. И как бы есть и там сепаратисты, которых заслали. Я знаю, люди мне рассказывали, что там вот просто приезжали с России диверсанты и говорили, хотите получить 20 тысяч, встаньте перед украинскими танками и скажите, что вы там за федерализацией. И вот одна такая тварь назарабатывала там на таких путях и приехала в Житомирскую область, там, где живут мои союзники. И говорят, а можно где-то у вас купить квартиру, потому что нам в Донецке плохо, у нас война, злобная хунта нас там стреляет, там всё такое. А им говорят, а где вы деньги заработали? А мы заработали перед танками стоять. Ну и там разумные люди говорят, пошли отсюда, тварь. Вы там у себя вот это устроили и здесь вас пускать, чтобы у нас это устроили. Я знаю, в Одессу сюда приезжал Субботин, который приехал сюда, даже в этом офисе проводил занятия. И сначала эзотерика, эзотерика, потом, начитавшись гробового, говорит, я вам всех мертвяков повоскрешаю. Хотя вообще идею, что он мертвецов повоскрешает, я вспоминаю, как идиотизм, на который может купиться только полнейший дебил. Почему? Потому что мы и есть мертвецы в какой-то степени, а в другой степени те, кто являются по отношению к нам мертвецы, могут уже быть нашими детьми или племянниками. А для кого-то можем мы быть мертвецами в прошлой жизни. И опять же, кто-то в какой-то жизни отжил, стал мертвецом, пришёл на следующую жизнь. И если бы даже был механизм, чтобы его выбрать из его жизни и всунуть в то тело, которое у него было, нафига? Он ту жизнь уже отжил, уже всё. Просто если бы тот Субботин был умным человеком, он бы сказал, по-другому воспринимайте смерть. Смерть – это просто переход. Были в одном теле, износили, измучили, нате другое. А он здесь собирал бабушек, собирал людей, которые боятся смерти. Которые эзотерики наслушались и думают, сейчас нам мертвяков тут всех воскресят, чакры прочистят этим вантусом и ёршиком туалетным. И будем мы тут засветлённые чернобыльской реакцией. Так вот, ладно, если бы он как шезотерик здесь шезотерствовал, я бы даже не сильно обращал внимания. Таких здесь шезотериков в Одессе хватает, что можно отдельную свалку открывать. А он как? Проводит, проводит, а потом говорит, а давайте пойдём, скажем, что мы против войны. А давайте там это самое. И что вы, и вёл, а как раз это тогда, когда перед 2 мая. И вёл, и говорит людям, подпишитесь, что вы за референдум, подпишитесь, что вы за федерализацию. А они ж такие, уже там уши от лапши провисли, уже же это бог прямо воплощённый, бывший зэк, который тут приехал, что-то это самое, с Тюменской области. Я понимаю, что ему там ФСБ дало деньги, ему дали задания, здесь через агентуру его привезли, ему дали всё это дело, через несознательных людей его просунули. Но меня поразило другое. Звоню я, вот этот опер народный от блока Юрия Тимошенко. Они, а нам пофиг. Звоню другим третьим, а нам пофиг. Так неудивительно, с таким отношением у нас здесь реально могут быть сепаратисты-подстрекатели, которые будут наш народ друг с другом сталкиваться. И всем пофиг, никому ничего не надо. Ну не знаю, что я буду делать, если этот вернётся, а есть такие поползнения. Ну что-то надо будет делать, потому что там будет. Это отдельная история, как бы идём обратно. Там туда надо обратиться, и там все вопросы решим. Ну, туда другое. Туда сказали, что мы собираем полностью все его преступления, и вот когда он там уже за определённую черту перейдёт, что уже сразу можно будет вниз, тогда мы за него возьмёмся. Не, ещё больше. Вот это сказали самого верха, условно говоря. Поэтому, истон-бог, бог истины, бог вселенских законов. Число-бог, бог информации, бог вселенской информации. Мысли-бог, бог мысли. Мыслительный процесс и та мысль, которая является центральной осью обелиска, который находится в яйце, в плоскости которого проявлен наш материальный мир. Это всё под контроль на мысли-богу. Мысли-бог входит в разные троицы верхних богов. То есть, вот здесь он входит в троицу из истон-бога, числа-бога и мысли-бога. Есть другая троица, где истон-бог, всевышний и мысли-бог. Ну, в любом случае, мысли-бог один из самых высших богов, что только есть. И наряду с истон-богом и числа-богом он неизменный. Если, допустим, белобог и чернобог, вот как нашу вселенную, наше яйцо разрушат, и в следующем могут быть уже другие белобоги и чернобоги. Другие личности, ну, на этой же должности. А Всевышний, Рада, Истон-бог, Арина, числа-бог, числа-богиня, мысли-бог, они неизменны. Они во всех вселенных, они одни и те же. Идём дальше. Курославы, надо ли что-то с ними прояснить? Да, в чём проявляется благословение Истон-бога и всех наших? Смотри, по функциями в жизни твоей. Соответственно, улучшение истинности, что, во-первых, тебе будет легче истину воспринимать, во-вторых, ложь ты сразу будешь чувствовать, и фу, не надо мне так сказать. Мысли-бог. Мысли-бог – улучшение качества, чистоты и скорости мыслей. Числа-бог, соответственно, улучшение познаваемости, пуша-буша. Вот я, лично моё такое замечание, что часто люди сами обманываются, то есть не их обманывают. Да, их-то кто-то обманывает, но обманывают на основе того, что они сами хотят. Вот, допустим, женщина одна, которая хотела, чтобы её муж очень любил. Очень любил. Ей попался такой человек, который ей говорил, что он дышать без неё не может, жить без неё не может. Каждые пять минут звонил, на руках носил, а когда увидел ту, которая уже не просто зарабатывает деньги, а та, у которой ещё машина есть, и которая ему даёт поводить эту машину, он сразу в её вагину перепрыгнул. А та сидит такая, и как же, он же меня любил, он же то. А всё, потому что она сама хотела этого, а он просто подыграл. И вот я замечаю, что часто, вот так оно во всех ситуациях, что если человек сам хочет обмануться, находится тот, кто его обманет. Находятся люди, которые хотят, чтобы к ним пришёл шизотерик и сказал, вы уже совершенные, ты воплощённый Цезарь, а ты воплощённый Бен Ладен, а ты воплощённый там ещё кто-то. И они такие, о, а мы все воплощённые. Он приехал в другой город, опять, а ты Цезарь, а ты тот, а ты этот, и ещё полк Клеопатр, там, армия Александра Нагидонского. А дубы притягивают, а вы их побудли. Да, и притягивают как пазлы. В ком-то есть дырка, а кто-то готов эту дырку заполнить. Поэтому, если человек сам справедлив, сам истинен, справедлив и честен по отношению к себе, старается по мере возможности быть справедливым и честным, по отношению к другим его никто не обманет. А если обманут, он это будет воспринять просто как урок и скажет, спасибо вам, демоны, вы меня очень научили. Вот у меня ещё была вот эта одна дырка, в которую вы залили свой гной. Вот теперь я понял, где она. Благодарю вас за вот этот гной. Я эту дырку залатаю. И ищите дальше, где у меня, так сказать, что-то не так. А тупой человек, он будет, ох, вы же демоны плохие. Идём дальше? Да. Хорошо. Итак, четвёртую бусину благословляет Ракхах. Пятую бусину благословляет Рамадай. Шестую бусину благословляет Харун. Седьмую благословляет Зеланбок. Восьмую благословляет Ранантар. Девятую благословляет Раян. И десятую благословляет Радар. Ты их почти никого не знаешь. Однако все вы одного из них знаете. Харуна. С четвёртой по десятую бусину. А у тебя тут написано это всё? Конечно. Чтоб если будет сбой тут, будет тут. Если будет сбой тут, будет тут. Если будет сбой тут и тут, будет тут. То есть где-то-то сохранится. Чтоб вам так или иначе донести. А если забудете, будет запись, где сможете это пересмотреть. А если понадобится детализация, помощь ещё тысячу с лишним записей на основном канале, пара сотен на дополнительном, ещё пара сотен на втором дополнительном. Ну, сайт временно нефункционален, однако скоро воскрешу. А что случилось с этим? Съели черти. Вот так, советские. Убийца? Всё хорошо. Воскрешу. Убийца? Это уже не впервые. Всё хорошо? Не переживай. Нет, это не впервые. Спасибо. Никому никогда не в чьи вы дознаете информацию. А никому не верь? Да. То есть есть определённые группы, которые считают, что ведические знания – это их наличная собственность. И им удобно, когда вот они знают, а остальные живут как живут. И когда я что-то такое делаю, они сразу... То есть мне и угрозы были, и одного товарища, которым они думали, вообще меня запугать так, что я там не знаю, или, в общем, или ещё что-нибудь. А когда он мне по скайпу звонил, я просто записал, сразу всем союзникам эту запись разослал, и говорю, товарищ, если ты хоть что-то из этого исполнишь, и если даже я помру, вот мои союзники там вообще с Владивостока эту запись выложат, а туда ты не довернешься. И он такой, всё, ладно, понятно. Итак, первый бог из этой группы – это Ракхах. Что ты про него помнишь? Это возвращаемся к истории Вселенной, когда уничтожалась предыдущая земля. Ракхах был главой союзного войска светлых сил, условно говоря, которая противостояла Нухтабу, главе демона. Но брат главы демонов Нахапкай предупредил Ракхаха о определенных планах Нухтаба, и они совместно смогли его... Ну, потом Всевышнему пришлось это всё окончательно ликвидировать, и Всевышний, как в виде солнца, вспыхнул и сжёг внутреннюю часть Солнечной системы вместе с планетами, вместе с войсками и светлых, и тёмных. Но тёмных он отправил вниз, и он сделал так, что вот есть одна из самых страшных пекельных планет, и как бы духом этой планеты стал Нухтабу, главный демон. То есть он чувствует все те страдания, которые там причиняются всем тем живым существам, которые там. И он страдает вместе с каждым из них. Страдает на протяжении уже как минимум 5 миллиардов лет. Всеми возможными страданиями. Это ему такой интересный вопрос. А, соответственно, боги, такие как... Он же, наверное, не чувствует страдания. Не знаю, я с ним не общался. Ну, это же просто нереально. Я даже не медитировал к нему ни разу. Не совсем понимаю, как это сделать. Потому что по текстам, очевидно, его сознание должно быть настолько перегружено, настолько убито, что он воспринимает только эти страдания. И, по сути дела, наверное, даже себя не осознаёт уже. Только осознаёт непрекращающиеся, потом боли. Ну, это его уже дело. Но Ракхах и Нахапкай, они стали двумя хранителями Солнца. И на Солнце они являются, как два князя такие. Наряду со Всевышним. Всевышний – верховный правитель Солнца. По правую руку – Ракхах, глава войска светлых сил. По левую руку – Нахапкай. Тот, кто изначально был из демона, но тот, кто предупредил светлых о некоторых их кознях. Это вкратце. А чтобы детально, есть гимны на эту тему, есть тексты. Мне единственное, что надо, время и силы, и средства на их перевод. И со временем будет полная детализация. Кто что делал, как был и как все было. Вся биография будет. Чем мы вину включим или с Нахапкаем? Потому что это одни из богов, непосредственно связанных с жизнью на Земле. Нахапкай является солнечным хранителем. И как промага Паттай, это великий змей, который по основанию Вселенной удерживает с собой все мировое яйцо. Также, по сути дела, и Нахапкай является богом-поддержателем солнечной массы после той солнечной вспышки, которая сожгла внутренние планеты. В египетской культуре его звали Нахапкау, то есть практически так же само. Он известный и в индийских текстах с таким же именем, и в хетских текстах. То есть, что? Ракхах. Ракхах, кроме рахманской традиции, я не встречал его нет. Все-таки христиан проще. Есть виновность за скрытие. А у христиан совсем хорошо. Иди греши, приди к папу, тебе грехи недорого отпустят, и иди дальше. А если ты не грешишь, то зачем ты вообще такой нужен? Ведь не погрешишь, не покаешься, не покаешься. Это не... Не, я с батюшкой говорю, кто написал Библию евреи, а кто написал... Тоже евреи, которая по одному написана, а Библия совершенно по-другому написана. И что он говорит? А в Библии написано, что все родились в грехе. То есть младенец не успел родиться, а мужа грешный. Вот относительно христианская идея перевородного греха, я считаю, это полнейший медиатизм. Почему? Потому что грех – это ошибка. Ошибка – это если они в похоти рождают. Вот когда мужчина только вот эта вот вагина, которую вот как бы туда-там поглубже, и не видит. А если... И не видит личность, которая за этим стоит. А если они все в осознанности, ведь в Ведах даже описывалось, и вот тот же текст Камасутра, это ведический текст, в принципе, описывалось, как правильно начинать, как правильно это делать. И это все без похоти, без каких-то глюков, разумно, планомерно все осуществляли. Не привязываясь к тем или иным объектам, которые в ходе этого использовались. И с подготовкой тоже. И все было хорошо. У него же на текану. У него батюшка от меня текает. У меня была ситуация, что я со своими знаками зашел вот сюда на Пушкинскую, вот это Ильинские что-то там, монастыри или что-то такое. А просто посмотреть за ним. Интересно, что они творят, какие у них сущности там лазают. Этот на меня смотрит, поп такой, этим машет, 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 машет. Это отрывается, а там пол гладкий такой мощен. И это кадила до входа летит. Поп такой отошел, подбежал к кадилам, прибежал. Я потом ближе подхожу там. А общаться он вообще не захотел. Он ушел туда, то есть потом. Но когда он уже отчитал это все, а я снимаю, можно там с вами поговорить. Я же не хотел узнать, что это с ним было такое. Это так само как в мужской монастыр на Кейтон. Захожу, а там отчетки делают. У меня, замер с Кристикой, опять и конечная звезда была. Захожу, а не просто, а с этими переговородками, все. Ко мне этот монах подходит, раз прошел, любишь так боковое зрение на меня. Подумываю, ты хоть знаешь, что ты носишь? На звездочку? Конечно, что знаю. А ты имеешь право носить? Конечно, имею. Так, присюриваю, ну, побачишь, что он просканировал меня, потом я так угонился, все в шоке. Гонился и ушел. А почему? Потому что у них же как? А в иудаизме, внешняя часть, это культ Яговы, ну, Яговы у них как? Это начальник ДЭС. А еще есть Самаэль. Вот тайны книги, она это все разъяснила. А Самаэль, это непосредственно их создатель, ученый, который состоял за этим адемским экспериментом. И тот, кто когда увидел, что Ягова натворил, когда он сказал, будьте тупыми свиньями и сидите там, дерево не трогайте, ничего не знаете, только делайте, что вам скажу. Самаэль пришел, говорит, Ева, слышишь, я тебя от бесплодия излечу, и давай вот знанием просвещайся. И он Еву это там просветил, а потом и Адама. А Ягова такой, когда приперся туда, говорит, а как вы без меня это все делали, ах вы плохие, это такие. Вот поведение кого-то не напоминает, что типа, как бы и делай, ну и делай, и вообще не дыши. Вот я всегда вот это ей указываю. Ну это отдельность. Но вы его не пробуете переформатировать, то есть он как, ходит дальше в церковь, по свете ставит. Поэтому, Корослава, и Дамадады. Корослава, кто такой Рамадай, знаешь? Благословление, возможность победить превосходящие силы. Представь меня так. Ну ты знаешь его. А какое благословение, чего ж ты не просишь? А смотри, Он даёт благословение мудрости в проявлении именно в быту. Если число Бог даёт благословение мудрости, ну как возможности познавать вот это всё, там ещё, то есть здесь мудрость, целый ряд Богов, которые Боги мудрости. Здесь у каждого из них заход к мудрости с разной стороны. Вот это тот, который заход к мудрости, но в прямом прикладном приложении этой мудрости от высшего познания Вселенной до бытового копания огородов, условно говоря. Понятно? Перуна знаешь? Да, да. Хорошо. Зеленбога знаешь? Какая была своя надея Перуна? Ну по своим функциям, в принципе, защитник жизни. Ну что, люди не відчували, он повторялся? Вот что відчували, я вообще не буду даже здесь фантазировать, потому что каждый по-своему. А благословение Перун защитник жизни. То есть еще один плюс, чтобы никакая нечисть тебя не кусала. Или на потенциальных, где какая-то нечисть тебя может укусить, у тебя в карме стоит, а тебе уже все говорят, минус эта возможность помучаться. Минус эта возможность помучаться. Правда, хорошо? Сейчас я не правду. Но вы чувствуете, что манкарая пишутся, что занимают коронечные всякие реакции? Занимают. Но смотри, с одной стороны, манкарая – это манкарая, то есть направление рака всевышнему. И это уже, это сама цель, собственно. И это уже то, что как бы при этом, если этого достигнуть, все остальное можно вообще выкинуть, оно даром не надо. Ни благословение всех этих богов, ни гармонизация воды. Однако, вот тут-то и проблема. Что полный? То есть получается, что высшая цель – это самое главное. Но дальше манкарая имеет свойство и очищение кармического счёта, и гармонизация окружающего пространства. И вот боги благословляют. И это только одна из ступеней. Есть ещё ряд ступеней, но их мне уже вообще не с кем давать реально. Это я могу говорить только или с Митроврата Триславом, или с Орданом Мирославом, или с кем-то из традиций. А ты ещё даже не поймёшь, как к этому подступиться. А они тем более. Никто не знаю. Поэтому как бы... а функцию манкарая и плюсов – море. А минус – лень человеческая. Что лень – взяться за чётки и повторить именно все вышли. Но минус большой, который многих людей от этого отталкивает. И они говорят – не можем. Вот сам ту барбау ту смотреть можем, а манкараю не можем. Махабхара – это ещё ладно. Я только не осмотрелилась. Итак, Паруна понял? Да. Зеленбог. Благословение – Зеленбог. Способность расти, развиваться. Способность как бы возрождаться, восстанавливаться. Чего только Зеленбог на початку, а Зеленбог – а что? Ну, у них свойства разные. Смотри, здесь ты не пытайся проследить чёткую иерархию. Здесь чёткой иерархии нет. Здесь просто дано в плане того, вот как ты повторяешь. И вот, да, ты повторил часть, а ты можешь на этой части сорваться, тебя демоны оттаскали. Ещё там есть у каждой бусины свой демон, который отвечает за то, чтобы ввести в искушение человека. У каждой бусины, да? Конечно. Это тоже треба разбирать. Разберём. А можно забрать? Давай. А Зеленбог означает расти людьми? Зеленбог вообще – это Бог растительности. Его земное воплощение – князь Лях, прародитель поляков. Расти и развиваться. Да. Но в контексте жизни на Земле он Бог всех растений, а в контексте человеческого духовного развития он Бог человеческого роста. Потому что его ещё другое имя – это «Расте Бог», то есть Бог растительности. Хорошо. Чем это? Раст, да? Чего? Раст. Расте Бог, то есть Бог растительности. Не путай с какими-то глюками наркоидными там, своими. Так вынуждены напрошиваться в самоборот. Ещё можно ли снять, попробую ли снять. Не напрошиваться. А если какие-то незваные гости напрошиваются, я им говорю, да помилует вас Аллах. Потому что я не в силах. Но они это иногда не понимают, ну и звонят другим людям. И это жах. С припадками ужаса и кошмара попеременково. Но идём всё-таки к хорошему. И дальше у нас идёт Бог Ранантар. Что ты про него помнишь? Майжа-мечу. Какой раз ты сказал про напрямую? Собственно, да. Бог Ранантар имел ряд воплощений в истории Вселенной, обозреваемой в Ведах. И это тот Бог, который может благословить непоколебимым направлением своего сознания ко Всевышнему. Отрешением от материальности и устремлением в духовность. Тексты о нём это также подлежат переводу, ещё подлежат ещё. Подлежат, подлежат, только надо их переводить. Вот поможешь в переводе, когда изучишь? Будет правильно. Там на этом тексте написано. Да не, хорошо. Это ж я тебе так... Чеченьку больше. Да, ты мне самый так конкретный. Ну это да. И то я тут понял, всего проценту 5. Это причём, если, допустим, это если полностью мантрически повторять эти оба текста. Первый текст закрывает демонические подключения, все возможные. Второй текст открывает пути духовного развития и пути в жизнь. Это если их повторять. И сначала разобраться надо. Надо. А для этого есть вот это всё. Три томика прочитал, а потом можно маленький текст. Ну да. И ещё к этим томикам прилагаются пара сотенок моих видеозаписей на ютюбе. То есть половины канала не разобраться. Мне вот это второй нет. Открывание путей? Да. Хорошо. А Омар Ася тебе помощь. Вот она. Первая. Вся. Все три. Я ж тебе скажу. Три томика, а потом ещё и кассеты. Да никаких трех. Четыре. Да не пугай же ж, Людей. Все, это один томик. Один, одна книжечка, один текст. Аудиокниги есть у тебя? Нет. Надо можно было захочем. Можно с моих видеозаписей вытирать аудиодорожку. А электронный вариант книжки? Электронный вариант книжки. PDF его не берет. Потому что из-за кучи шрифтовых картинок, и так как они сопоставлены, PDF кричит, не ковыряй мозги, я это не умею. А есть ли, так как фотографии? Ну да, можно, вот единственный вариант, когда-то я программой с Найгой выдирал по картинке, вернее, по страничке, это картинка, это такая, ну да тень, что мне проще уже напечатать, это на принтере. А хотите, сканируйте. Идите, не сканируйте. Вы два раза. Давайте сканируем. И следующий Бог у нас кто? Райан. Ты его помнишь? Бог Острова. Не Бог Острова, а Бог духовного устремления к Ра, Ра сознания. И этот остров, это был посвящен Ему. И моего Учителя именно в честь него звали. Райан Правейслав. Но этого Бога просто зовут Райан. То есть Ра сознающий, сознание Ра, который поможет, помогает всем остальным в осознании Ра. И следующий Бог, как его звать? Ра-Дар. Самый так. Это Бог даров от Ра. И на одном из разумений, это Бог того, когда человек готов подарить свою жизнь полностью на служение Всевышнему, но дальше он переходит в понимание и понимает, что сама жизнь, это и является даром Всевышнего Ему. И дальше уже, как этот дар правильно использовать. То есть, по большому счёту, здесь какого-то конкретного благословения он не даёт, но здесь целый ряд благословений приблизительно такого направления, как я очертил. Как бы переосмысление того, что мы имеем в контексте того, что нам надо и как нам надо. Эта группа закончена, и следующая группа длинная. Мы могут уже... Молодцы. Хорошо. Уже перегруз идёт. Хорошо. Во-первых, не только холодистый, но и энергетический. Я ожидал от тебя больше. Надо выучать. Нет, ты... Ну, всё, я хочу вам. Слава всему. Вечно очень. Мурашки уже так нервные системы начали восстанавливаться. Как и... И лимфы тоже. Хорошо, значит, нам надо провести слов. Я не знаю. Я не попрошусь. Я... В конце лета мы проводим в Одессе фестиваль. На три дня мы сюда приедем. До сентября месяца я поднакачаюсь, почистю себя ещё. Посмотрю как. Уже держу. Если нормально, то можно... Я готов хоть завтра на горе провести. Не-не-не. Данила. Эх, как это ж всё прискорбно. Ну, я надеюсь на лучшее. И жду, когда ты проведёшь такое славление, что я скажу, а знаешь, а я что-то не буду. В интернет есть ли вы? Есть. Есть. Есть грататуха. Вот перед поездкой сюда... Я поеду... Присылай мне эту грататуху. Так, нет, так... А шо она такая хракотащая? А там больше сорока минут. Грататуха. Грататуха. Черкосиновый. Так, гарата? Гра, гарата. Ага, гарата. Больше сорока минут нельзя. Там находиться, потому что будет... Ну, я, правда, час, где-то полтора находился. В общем, надо будет мне с палаткой туда поехать и пару месяцев там помедитировать. Так шо? Не честно, мне даже интересно. Когда мне там, допустим, или в России, или где-нибудь там других местах, говорят, а здесь гиблые места, здесь там еще какие-то. Да, нормально. Это неалитично, да? Я с богами там общаюсь. Там будет десятку мощнейших мест в мире. И нормально. Все боги благословляют. И никакое гиблое место. Так, если надумаешь туда ехать? Надумаю. По крайней мере, человека 4-5 из наших, ясновидящих, прозорливых, практикующих, тоже подтянутся. Хорошо. Потому что мы любим толпой. Кстати, там возле этого камня пшеница. Кто-то тоже прославлял. Я еще не видя, что кто из этих. А там есть под Москвой одно такое место, которое считается гиблым. И местные родноверы, ну, одни из них. Те родноверы, которых я как увидел, как они все свастиками обвешаны, я им потом на следующий день, все, ребята, я с вами прощаюсь. Потому что мне как-то... То есть есть люди, которые там что-то начинают глючить, что там я им не подхожу или что, а мне не подходит, что возле меня где-то там присутствовали люди, которые обвешаны настолько свастиками, что непонятно, или я со славянами, или это эсэсовцы-мутанты, которые уже обросли свастиками просто. И вот они там, а давай, а мертвое место там такое, все мы там пять минут не можем. Чего там? Ничего там нет. Место как место. Мне даже интересно было. Там леший говорит, что... А я их сюда не пускаю, типа это моя территория. Так он нас не договорит. А я с ними не договаривался, я так там посмотрел, он ничего не делал. Я просто, а кто здесь, что здесь? Нормальный леший. Их он там бьет, насколько я понимаю. Да який сам не против побить. Я его понимаю. Потому что оно завешаться свастиками, это же ереса, чтобы поменьше. Такий вопрос. Пока ты рассказывал, ты в прошлый раз меня просканировал. Есть такое. Летит, просканируешь. Нет. Он почувствовал, что я ее просканирую, он меня просканирует. Ну, это у нас... Нам не отмерть. Причем ты несколько раз заходил с разных сторон сканировать. Сегодня мне интересует то состояние и это, то, что я сейчас приехал, потому что я был на ослаблении. Разница поменялась. И много потоков. Смотри, да. Потоком видно, прочистили, проделали. Что мне не нравится в твоих тонких полях, что у тебя слишком много нави. И это тоже замечал. Что за нами? Нави это одна из четырех стихий. То есть, это не значит плохо, но и это мало интересно. За что она отвечает? Я не хочу отвечать. Есть много у тебя нечистой. Ну, не нечистой, а просто нами. Не мы на тебе на тебе много. Вот так скажем. Да. Ты очень с ней много работаешь, она тебе перестает. Ну, где-то так. То есть, есть много как бы ниток. И я смотрю, вот это нитка. И она идет куда-то. Я смотрю, что она на другом конце. Такое рыломерство. Такое-то вообще области ты такое взял. Какое-то вообще, такое как чебурашка какая-то, но с многими рогами. Такое страшное. Посмотри, побуду этой нитки сейчас. Офигеть его знает. Или она спряталась, или ты ее спрятал. Ну, просто это 10-ти с вольт. Да, у меня это нитка. Ну, так смотри, так делать не только в этом. Лиза, я, конечно, разговариваю. Ну, много нави-подключений, это да, это я вот вижу и чувствую. И, как бы... Почему, если... Вот, здесь присутствовал человек, у него есть подключение к нави, но у него к светлой нави. И у него уже это со светлой нави постепенно все переходит в слайд, а отчасти оно уже находится в мудрости и в праве. То есть, за ним наблюдать мне каждый раз интересно. Потому что он каждый раз, хоть на миллиметр, но видно, сдвинулся. 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 хорошо. Очень, вот ты, большие мои ученики учатся, и я так прикидываю, еще через года два-три они превойдут меня. Знаешь, вот такая радость у меня класс. И он больше меня будет знать. Ну да, так радость. Согласен. А вот когда славление показал их это